Привет, друзья! Меня зовут Полина. Как вы видите, у нас очень сильный снегопад. Но, несмотря на это, я сейчас иду в пункт выдачи заказов. Я заказала себе очень крутую ткань. По крайней мере, я очень рассчитываю на то, что она действительно будет крутая, потому что я задумалась сделать себе новогодний подарок. Это будет платье, очень роскошное, платье от Кутюр. И поэтому я очень рассчитываю, что у меня получится сделать то, что я задумала. Потому что оно не просто крутое, но оно и нереально сложное. Так что сегодня я покажу, какую ткань я себе купила. Там не только сама ткань на платье, там еще много всяких дополнительных материалов. И я хочу рассказать вам также об очень-очень интересной выкройке. Я нашла ее в журнале Бурда. Несмотря на то, что наверняка вы видели там много различных выкройек, но я почти уверена, что я вас сегодня смогу удивить. И не факт, что именно это платье вы там видели. Так что сегодня будет очень-очень много интересного, эпичного, роскошного. Давайте начнем! Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Итак, свое платье я буду делать на базе вот этой выкройки. В журнале Бурда оно представлено как карнавальное. Но я не хочу карнавальное платье, поэтому оно будет короче, примерно до колена. Здесь очень необычный крой. Мне кажется, если взять более темную и не блестящую ткань, более темную отделку, платье получится очень интересным. Особенно мне нравятся здесь рукава. С одной стороны, они довольно простые, но вот эти вот крылышки на плечах создают классный силуэт и уравновешивают пропорции фигуры. Также мне очень понравились вставки на бедрах. Очень интересное решение и, пожалуй, это основная фишка платья. Деталь платья, которая перекрещивается на груди и переходит в воротник, съемная. Эдакая портупея из основной ткани платья. Оно смотрится очень интересно и я ее тоже обязательно сделаю. На той части воротника, которая лежит на плечах, я планирую сделать вышивку, но в очень сдержанной такой цветовой гамме. Здесь мне хочется создать немного объема, немного украшений, но без перебора. В конце видео я обязательно покажу все материалы, которые я купила, в том числе и для вышивки. Несмотря на то, что это платье по готовой выкройке, оно очень сложное по своей конструкции и внутри оно больше, чем снаружи, потому что для поддержания, например, тяжелой юбки нужно пришить дополнительные детали. Я их планирую сделать из жесткого фатина, лифт платья на подкладке и так по всему платью. Подкладки, проклейки и все в таком духе. Сама выкройка просто огромная. Она состоит из 140 листов формата А4. Я клеила ее два вечера. Самое интересное в том, что пока я собирала выкройку, вспомнила, откуда этот фасон. Просто когда я смотрю фильмы, то всегда подмечаю интересный крой костюмов. Так вот, это платье из сериала «Игра престолов». Точно такое же платье было на Санси Старк в день одной из ее свадеб. В бурде просто приделали к нему рукава и все. По сути, это тот же самый наряд. Я нашла выкройку для косплея даже в журнале «Бурда». Так вот, друзья. Несмотря на то, что Санси Старк как персонаж мне вообще не нравится, платье просто огонь. Итак, про выкройку я вам рассказала. Теперь покажу свои покупки. Я очень волнуюсь. Если ткань кажется не той, которая нужна, то я на самом деле даже не знаю, где я буду ее перезаказывать, потому что я очень долго искала. И искать снова замену, это будет, скорее всего, еще дольше. Так, аккуратненько это все вскрываем. Так, что у нас тут? Покупка. Так, здесь у нас, наверное, офис. А, чек. Так, да, значит, что у нас тут? У нас здесь должна быть жесткая сетка, чтобы ткань держала форму, чтобы юбка держала форму, подкладочная ткань и сама наша жаккардовая ткань. Вот, и так, давайте посмотрим. Я заказывала это в магазине online ткани, и раньше я там ничего не заказывала, поэтому это будет у меня первый эксперимент такой. Вообще, я на самом деле не очень люблю заказывать ткань из интернета, но, к сожалению, сейчас приходится. Так, сверху у нас это, так, значит, что у нас здесь? Сверху это у нас явно подкладочная ткань. Так, да, для этого платья нужна подкладочная ткань. Вроде нормально. Она, кстати, по-моему, да, это вискоза, по-моему, должна быть приятная к телу и не потеть, чтобы в нем это очень важно. Так, значит, что у нас еще? Дальше. Так, это у нас сетка. Я взяла жесткую сетку, потому что там в инструкции было хоть и непонятно написано, но все-таки говорилось о том, что жесткое что-то должно быть, что будет хорошо придавать форму юбке. Такая жесткая сетка. И основная ткань. Так. Давайте посмотрим. Это изнанка, судя по всему. Здесь 6 метров жаккарда. Так. Это изнанка. Красно-такой бордово-серый жаккард. Итак. Пара-пара-пара-пара-пам! И она просто отличная. Какая красивая ткань. Так. Значит, она получается не слишком толстая, но при этом плотная. Хорошо держит форму, потому что мне там надо складки делать. Очень красивая ткань. Это итальянский жаккард, и он практически полностью из хлопка. Я специально взяла, чтобы было немножко синтетики, чтобы он сильно не мялся. Хотя жаккардовое плетение, в принципе, не так уж и мнется. Но вот видите, очень быстро расправляется ткань. Очень классная ткань. Мне на самом деле нравится, что она темнее, чем была на картинке из интернета. Потому что я вообще изначально прям хотела, чтобы ткань была целиком черная. Ну, на красную, на красно-серую я так бордову с трудом согласилась. Но вот мне нравится, что она прям очень темная. Я хотела, чтобы она была очень темная. И рисунок здесь довольно мелкий тоже, как я и хотела. Не хотела крупный рисунок, потому что его придется все равно стыковать между собой. А у меня на это вообще нет времени. Напишите в комментариях, как вам такая ткань. Вообще супер! И мне нравится, что она вообще не блестит. То есть я хотела такую ткань, чтобы она была роскошная. Но при этом, чтобы она не была вот слишком такая блескучая, новогодняя, слишком пестрая. Вот это вот я не хотела. То есть, чтобы она была очень сдержанных цветов. Потому что фасон и так очень такой, необычный. А если еще взять пеструю, блескучую, какую-то слишком яркую ткань, ну, будет просто карнавальное платье. Я не хочу карнавальное платье. По краю деталей я буду пришивать вот такую черную тесьму. Специально взяла черную, не блестящую, но очень фактурную. И для вышивки на воротнике я купила вот такие нитки мулине цвета темного металла. А черные пайетки у меня уже были. Ими я расшивала очень красивый воротник. Ссылочку на него я оставлю в описании. В общем, я планирую шить довольно готичное платье. И очень надеюсь успеть. Весь процесс пошива я обязательно покажу. Так что не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилась моя идея. Мы обязательно скоро увидимся. Ну, а на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok